Мам, у меня новая работа, я уезжаю на съемки. Тебя опять убьют? Нет. Бить будут? Нет. Хорошее кино? Я начала сниматься еще в институте. Я была в экспедиции в своем первом кино. Это было что-то потрясающее, невероятное. Я когда вспоминаю, там было так тяжело, там были такие сложные, правда, вещи. И когда я вернулась, мне было очень тяжело. Мне казалось, что моя жизнь закончилась. У меня был потрясающий патагог, мой друг Олег Тополянский. Он говорит, что-то происходит, я вижу, что что-то не так, давай поговорим. А что, если у меня больше этого никогда не будет? Вдруг все? Нет, он мне сказал правильно. Он говорит, ну что ты, как умный взрослый человек, ну что ты, ты узнаешь об этом только, когда ты, надеюсь, будешь умирать в своей собственной постели, в окружении своих близких, родных, детей и внуков. Мне было 19 лет, я ехала на телеге, светило солнце и пахло соломой. Наверное, это был самый счастливый момент жизни. Но ты об этом узнаешь только тогда, когда все закончится. Это прям сильно держит меня на плаву. И действительно, все ведь много впереди. У меня жизнь перевернулась несколько лет назад. Молодых мам, как определить, это же как анекдот. Пап, мам, молодых родителей, они качают тележку в магазине с продуктами. Взгляд пустой, прозрачный, сосредоточиться не можешь. А девушки с пузом я вообще очень люблю. Я вот думаю, я буду петь ему песню, и он привыкнет к этой колыбельной, будет засыпать под нее. А я помню, как я тоже ходила, и мне тоже все. Сказочный мир, удивительный край. И там какие-то люди иногда пробегали мимо мне что-то. Какие неприятные люди. Вот зачем вот только вот гадость мне какую-нибудь сказать. Потом ты все это вспоминаешь, думаешь, ааа, понятно. Это фантастически странная штука. Это дико круто и дико тяжело. У меня кружилась голова месяца три-четыре просто, просто от того, что я такая, ааа, это какой-то сон. Страшно. А теперь всегда страшно. Я даже боится летать стала. Раньше никогда не боялась. Я прям ооо, когда вот все ямы. Мы разговариваем, а я успела уже краем глаза посмотреть, что мне там сообщения приходили. А он вон там лежит далеко. Это не заканчивается никогда. Мне сказали, что это на всю жизнь. Я была в ужасе, это тоже. Ааа, да ладно, вы что? Нет, только не это. Я не смогу. Меня разорвет, как хомячка просто. Многие мои друзья как-то раньше всегда думали о том, что я настолько социальна, что мне тяжело без людей. А потом какой-то момент выяснилось, что очень мне нужно для самовосстановления побыть иногда одной. Берешь и уезжаешь куда-нибудь, и я вот молчала по две недели просто одна. Это не то, что я это создала, это как образ. Это то, что люди хотят во мне видеть. Да, конечно, в основном в своей массе режиссеры видят тоже вот этот весь бодрячок. При желании они могут рассмотреть и они не обламываются. Я бы очень хотела сыграть что-нибудь такое, что потом говорили, ну вот помните, вот как Рахманова это сделал. Мне, конечно, как любой актрисе хочется больше разнообразия. Кому из нас не хочется больше разнообразия? Я буду скучать, по-моему, с фильмов всегда. Я, до сих пор скучаю по Горького. Я там не была уже, ну, я не знаю. Мне кажется, лет пять-шесть. Я была. У меня впервые в жизни кинопробы там были. Мы еще даже успели попробоваться на пленку. Даже пробу писали на пленку. Это было последнее. Последний, последний просто писк. Пленка закончилась. Все. Очень любил вместо встречи изменить нельзя. И Жеглов тогда говорил, разговаривай с человеком, интересуйся им искренне. Людям это нравится. Это включаться в человека, на самом деле. Любой человек интересный. Вот, правда, любой человек интересный. У меня был момент, когда я стояла на улице, я помню. Стояла на улице, мне так хотелось плакать. Ну, просто так все совпало. Просто человек проходил мимо, женщина вернулась и сказала, вы такая хорошая. Я говорю, кто? Простите, что я к вам пристала, сейчас мне просто хотелось вам сказать, хорошего вам дня. И ушла я такая прям, спасибо. У меня еще, знаете, отличная штука. У меня одно позднее дерево есть за окном. Оно позже всех распускается, но позже всех опадает. Когда уже все-все голое, она еще так, типа, нормально. Я держусь. Я иногда думаю, что я тоже это дерево. Стоюсь, стою и держусь до последнего. Я, правда, долгое время хотела монтажом заниматься. Мне прям было интересно, и мне это хотелось для какой-то свободы, чтобы не быть привязанной только к актерской профессии, потому что иначе уж совсем ты сидишь, да? Ты сидишь и только ждешь. И все. Куча обстоятельств, людей, чтобы все сложилось. Все-таки это же профессия на удачу рассчитана. Я получала работу, проходя по коридору, ну вот по-честному, как в анекдотах, да? Мне все равно везло. И я уже поймала тот кайф, который, к сожалению, не всем актерам попадает. Когда ты находишься на площадке, ты вообще ни о чем больше думать не можешь. Это как любовь. Я думаю, что я больше счастливый человек. Мне бывает очень тяжело, но я же всегда встаю. И мне часто помогают. Поэтому, да, я счастливый человек.